В 10 утра фестиваль сразу открылся в нескольких районах Сочи. Сдать нормативы решили не только те, кто работает в учреждениях и на предприятиях курорта, но и сотрудники спортивных центров. Я сам любитель спорта, люблю спорт, и не могу остаться в стороне такого мероприятия. Отжимания, прыжки, кросс, стрельба – это лишь короткий перечень дисциплин. Молодец, на борту! Давай-давай, красиво! Для одних ГТО – способ поддержать форму для других – и форму, и участников фестиваля. Именно ради этого в Сочи прибыли звезды спорта минувших лет. Прибыли в Сочи вообще с программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». Мы все-таки пропагандируем, что физическая культура и спорт – это в каждую семью. То есть надо заниматься спортом. Мы всю жизнь занимались раньше спортом, и сейчас уже просто хотелось бы почувствовать себя, в какой мы находимся в форме, ну и заодно подбодрить сегодняшнюю молодежь, которая тоже к этому стремится, своим примером. Помогает и пример, и азарт. Многие пришли с группами поддержки, с детьми. В прошлом году нормы ГТО сдавали в тестовом режиме. В процессе участвовали только школьники. В этом году испытать себя могут практически все желающие, предварительно подав заявку. Затем будут определяться место и время сдачи ГТО. Сдавать нормы ГТО могут те, кому от 18 до 79. Предварительно нужно проконсультироваться с врачом. В первую очередь откликнулись муниципальные служащие, служащие учреждений культуры, спорта, образования, муниципальных учреждений. Пришли и сегодня здесь вот мы видим большое количество людей, которые готовы уже себя попробовать в этих нормах. Зимний этап фестиваля продлится до конца марта. Предполагается, что в нём примут участие около 10 тысяч сочинцев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.